Паблик Никс Рок ведет набор музыкантов и слушателей рок-музыки. Основная тематика – все, что касается музыки и звука. Публикуются различные статьи, видео, аудио, каверы, а также творчество нераскрученных музыкантов и некоммерческих проектов. Если мы хотим, чтобы качественный рок смог выжить в России, нам нужно объединяться и развиваться. И, возможно, вместе мы раскачаем этот мир. Подписываемся, ссылка в описании. Сегодня культовые финны из группы Nightwish. Один из подписчиков захотел услышать мою рецензию на коллектив, оплатил все это дело. И самое главное – он попал в точку, ведь я сам обожаю эту группу и слушаю постоянно. С одним «но». Слушаю период, когда вокалисткой была Тарья Турунин. Как я ни пытался, но ни Аннет Ользен, ни Флор Янсен я не смог принять, несмотря на то, что они обладают очень сильным вокалом. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Впервые с группой Nightwish я познакомился, когда увидел клип «Sleepin' Sun», который меня поразил в первую очередь вокалом Тарья Турунин. Ее голос бежал чистым прозрачным ручьем по выжженной земле. Музыка 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 Уишмастер Сенчери Чайлд И альбом «Оанс», который, к сожалению, стал последним, где пела Тарья, но об этом чуть позже. Сейчас немного представлю вам музыкантов коллектива. Туомас Халапайнин – человек, на котором все держится, так как он пишет тексты и мелодии к песням Nightwish, плюс играет на клавишах. Кстати, в первом альбоме Angels Fall First Туомас даже спел все мужские партии вокала. Марка Хиетала – бас-гитарист и второй вокалист в группе. Кстати, весьма мощно бает таким хриплым вокалом. Юк Каневалайнин – это классический барабанщик. Эрна Вуоринин – гитарист группы. Кстати, его рост всего 165 см. Эдакий маленький гигант большого рока. Также частенько привлекается Трой Донакли – это человек-волынка. Ну и Флор Янсен – последняя вокалистка, которая сменила Аннет Ользен в 2012 году. Эти смены вокалисток напомнили ситуацию в группе Ария, когда после Кипелова пришел Артур Беркут, все с трудом к нему привыкли, и бамс, Беркут на выход, здравствуй, Житников. После Тарии группа выпустила всего три полноценных альбома за 12 лет. А теперь давайте послушаем Аннет Ользен, Флор Янсен и Тарью Туренен по очереди. Запоминайте сначала Аннет Ользен, потом Флор Янсен и потом Тарья Туренен. Надеюсь, YouTube пропустит все эти песни. Субтитры сделал DimaTorzok Тарью Туренен я специально поставил последний и загнал в рамки лайфа, ведь это не редакшн на студии, а боевые условия. И, честно говоря, она уделывает Аннет Ользен и Флор Янсен вместе взятых. Музыканты группы выгнали ее из коллектива за постоянные срывы концертов и игнорирование репетиций. Видать, Тарья поймала звездную болезнь. А очень и очень жаль. Сейчас у нее сольная карьера, вышло уже шесть альбомов. И даже с Валеркой Китиловым спела. Забавно, конечно, слушать такой ломанный русский, но уж поверьте, на финском петь еще сложнее. Поэтому скандинавы почти всегда поют на инглише. А это была группа Ван Канто. Забавный коллектив, который инструменты имитирует голосами. Особенно мощным получился и кавер на металлику, можете посмотреть. По группе Найтвиш все. Я вам рассказал примерно 1% из того, что знаю сам. А остальные 99% вы должны освоить сами. Потому что очень и очень много интересного и слушабельного у этой группы. Обязательно слушайте, если еще не слушали. И смотрите, если еще не смотрели. Ну и спасибо за внимание, спасибо за лайк и репост. С вами был Константин Сопрыкин. До новых встреч.